Еще год назад студенты юридического института Алтайского госуниверситета практиковались полноценно. Выезжали на следствие, работали с документами и изучали специфику будущей профессии. В этом году пандемия внесла свои коррективы. Практика проходит дистанционно. Ребята, опять же, посредством анализа различных сайтов государственных, негосударственных структур, анализа баз данных, анализ справочных систем, тоже формируют блок компетенции и знаний, которые им в дальнейшем понадобятся. Даниил планирует работать в прокуратуре. Практиковаться собирался в следственном управлении Следственного комитета, но вместо этого изучает разделы на сайте Ленинского суда. Практикой я остался доволен, потому что для меня это бесценный опыт. Многим может показаться то, что работа на сайте – это довольно-таки легко и несерьезно, но на самом деле в юридической профессии ничего легкого не бывает. Ленинского государственного института культуры. Вместо проведения мероприятий в ДК работают на их сайтах. Но не у всех есть такая возможность. Это сложно, потому что у нас в Алтайском крае не во всех далеко домах культуры есть какие-то сайты, группы в социальных сетях. И информацию искать намного сложнее, чем, например, когда ты при очном посещении Дома культуры разговариваешь уже с директором, художественными руководителями. Живого общения и насыщенной практики хотят и студенты медицинского университета. Но приходится пользоваться тем, что есть. Это работа с так называемым фантомом искусственной челюсти. Здесь можно с помощью специального стоматологического наконечника удалить все некортизированные ткани зуба и восстановить анатомическую форму зуба с помощью специального пломбировочного материала, который тоже у меня имеется. Изменится ли ситуация в следующем году, пока неизвестно. И все же студенты надеются, что свою следующую практику проведут в привычном формате. София Яценко, Виктория Опекунова, Николай Шелко. День с толком. Продолжение следует...